Здравствуйте, это Илья Айлин. В сегодняшнем видео я хочу вам посоветовать, как можно очень вкусно и очень несложно посолить сало. Самое обычное сало, которое вы купили в магазине. Итак, что нам для этого нужно? Сначала начнем с того, при помощи чего мы будем его солить. Вот тут на столе я разложил специи. Начну с самой главной специи, с которой просто нельзя это сделать, если вы хотите получить непредсойденный вкус. Эта специя, ее можно найти на любом рынке, в России, в Украине. Эта специя грузинская, называется хмели-сунели. У нее просто потрясающий запах, я не знаю, что туда входит. Вот примерно такое количество этой специи надо, полбаночки. Не знаю, честно говоря, сколько она стоит. Это мне специю эту дали, я ее не покупал. Затем, нужен перец. Вот я взял перец красный, потому что черный перец очень дорогой. Вот, у него здесь полторы пачки. Нужен чеснок. Я взял вот такие вот три маленькие головки чеснока. Нужен душистый перец. Тут совсем немножко и пару зернышек. Ну, основной компонент, это, естественно, соль. И нужен лавровый лист. Вот такой вот. Ну, или какой-то там другой, не играет роли, в принципе. Теперь, что касается сала. Значит, сало я вам советую выбирать вот такого характера. Значит, чтобы оно было не сильно толстое и имело небольшую прожилку мяса. Вот. В середине, ну и, соответственно, здесь. Второй кусочек аналогичный. Сало, естественно, должно быть подготовлено. Его надо помыть. Его надо просушить. Ну, и начинать работать. Вот эта посуда для того, чтобы в ней смешивать специи. Я высыпал сюда всю хмели-сунели. Сейчас начинаю добавлять соли. В принципе, вы с солью не ошибетесь. Потому что, согласно закону концентрации химии для растворов, сало, как и любой другой компонент, оно никогда в себя не возьмет соли больше, чем надо. То есть, вы его не пересолите. Никогда. Вы его хоть засыпьте солью, там, не знаю, с горой. Оно от этого соленее не станет. Оно станет ровно таким, каким должно быть, если его кто-то посолит. Затем это все перемешиваем. Хмели-сунели вместе с солью. Сюда же высыпаем красный перец. Как я уже сказал, полторы пачки. Берем еще одну пачечку полностью. И тоже полностью все и высыпаем. Все. Сейчас очищу чеснок. И потом уже покажу дальше вам. Начинаем чистить чеснок. Вот, в принципе, вся смесь готова. Значит, еще раз напомню, что здесь хмели-сунели, соль, красный перец. Затем я бросил немножечко душистого перца, пару зернышек. И положил лавровый лист. Ну, примерно вот такое количество надо на то, чтобы посолить сало. Также я уже подготовил чеснок. Вот он. Вот такое примерно количество чеснока. Значит, чеснок я сейчас раздавлю. Если у вас нету давилки, ничего страшного. Можете просто его мелко-мелко пошинковать ножиком. Ничего страшного совершенно. Начинаем давить чеснок. Вот эту кашу, его просто ножиком вот так срезаем и ложим сюда. Еще раз вам напоминаю, что если у вас нету такого приспособления, как у меня, вы просто можете его мелко-мелко порезать ножиком. Но это ничего не поменяет. На данный момент все готово. Вот здесь все компоненты, которые нужны для того, чтобы приготовить соленое сало. Сейчас будем вырезать. Насчет толщины сала я сказал. Я еще раз покажу вам. Вот такого этому примерно должно быть. Значит, режете его примерно вот такими кусочками, как я. Это делается для того, чтобы оно быстрее просолилось. Просолилось и тщательно просолилось. Потому что все-таки несоленое сало. Ну, оно как бы, учитывая, что могут быть гельминты, поэтому лучше не кушать. Сало должно быть хорошо просоленное. Вот видите, какое оно на срезе. Розовое, красивое. Вот мясная прожилочка есть. Ну, в принципе, любая хозяйка сможет выбрать сало нормально. Это сало тоже женщина выбирала. Одна моя знакомая. Я вам советую. Вот не поленитесь. Сделайте сало. Засолите сало по моему рецепту. И я думаю, вы будете очень довольны. Да, еще я хотел бы одну вещь такую сказать. Значит, ну, я сейчас временно, так сказать, живу на Украине. Так вот, все считают, что украинцы, они очень любят сало. Это далеко не так. Потому что, ну, как бы вам сказать, не сильно много украинцев кушают сало. Действительно, есть те, кто его любит. Есть, которые его вообще не выносят. То есть, сало кушают, в принципе, наверное, все народы одинаково. Но за исключением, может быть, только мусульман, которым по вере сало запрещено. Запрещено. Вот. Кроме этого, хочу сказать, что это очень-очень полезный продукт. Невероятно полезный продукт. Особенно для мужчин. Дело в том, что, вот, например, в сале есть так называемая арахидоновая кислота. Эта кислота мало где встречается, но в сале она в приличном количестве. Это одна из омега кислот. Если я не ошибаюсь, по-моему, омега шестая кислота. Кроме того, здесь в сале есть такие компоненты, которые участвуют в синтезе половых гормонов. В синтезе тестостерона. Ну, о важности тестостерона для мужчины, я думаю, говорить не стоит. Но это еще не все. Возьмем чеснок. В чесноке есть цинк. И вот именно этот цинк, он очень нужен для секрета предстательной железы. То есть, подведя резюме и не впускаясь в биохимию, как говорится, процесса, я вам скажу кратко, что мужчина, который умеренно употребляет сало с чесноком, будет хорошим любовником. Ну, или, как бы вам это сказать, у него всегда будет присутствовать либидо. У него всегда будет желание. Сейчас, дальше, значит, мы берем или эмалированную кастрюлю, или нержавеющую кастрюлю. Я больше люблю нержавеющие кастрюли. Бросаем туда сало и засыпаем туда эти все специи. Просто-напросто там это все перемешиваем. То есть, в принципе, мы уже практически подошли к концу. Значит, мы берем сало, накладываем туда, выкладываем. Вот, и засыпаем его специями, и все. Значит, что я советую дальше? Когда вы таким образом его просыпете, ну, лучше всего его в кастрюле в этой оставить. Оставить на пару часов, там, часов на 7-8. Во всяком случае, до утра. Затем утром вы можете его переложить в какую-то другую посуду. Если у вас кастрюли помещаются, пусть будет в кастрюле. Надо его поставить в холодное место. Лучше всего его поставить в холодильник, вниз холодильника. Примерно на 5 дней. Вот, ну, через 5 дней оно уже будет у вас готово. Оно уже достаточно должно просолиться. Вот, сделайте разрез где-то посрединке. И попробуйте его. Если оно нормальное, то можно его уже и кушать. Тут уже, как говорится, такая работа, знаете, несложная. Руками просто берете, перемешиваете это все-то и все. Вот это уже, как попадет, так попадет. Можно, конечно, более аккуратно взять этот раствор, так сказать, и просто перемазать его аккуратненько ножиком. Ложечкой какой-то сало вымазать. Ну, это уже как кому удобно. Мне удобно, например, вот таким вот образом. Потому что тут, знаете, тут я придавливаю хорошо, я собираю этим салом все специи. Значит, тут появится некоторое количество такой вот, как бы, жидкости. Ну, это процесс засолки сала пойдет. И еще, на сале появится, там где чеснок, там появится зеленого такого цвета. Ну, одним словом, чеснок станет зеленым. Вы этого не пугайтесь. Это нормальный химический процесс. Я не знаю его тонкости, но это не связано с тем, что что-то там испортилось. Поэтому, если вы увидите, что чеснок на сале позеленел, ничего страшного в этом нет. Вот так вот. Все, хорошенечко его там надо помешать в этих специях. Тут лучше всего, конечно, чтобы это делал мужчина. Муж и мужские руки, они все-таки посильнее, чем женские нежные руки. И я думаю, что сможет вам приготовить очень хорошее блюдо. Вообще, лучше, знаете, чтобы мясными блюдами занимались мужчины. Это все-таки как-то эволюционное их предназначение. Они были добытчиками всегда. Они приносили дичь. Вот. И они ее готовили. Мясо должны готовить мужчины. И сало тоже. Так. Ну, в принципе, все. Теперь берем лавровый лист. Просто его переламывайте туда. То есть, как видите, ничего сложного. Значит, еще раз вам напомню, что основу этого рецепта, естественно, составляет соль. Соли не бойтесь бросить много, потому что, согласно закону концентрации, химия имеет такой секунд, вы никогда не... Сало никогда не возьмет у вас больше, чем оно может взять. Дальше. Или это закон растворимости, я уже сейчас не помню, честно говоря. Вот. Теперь, что касается специй, то я вам советую, возьмите хмели-сунели. Это потрясающая грузинская специя. Я не знаю, что туда идет, но на любом базаре, там, где грузины торгуют, она у них должна быть. Я думаю, что вы ее достанете в любом городе России, или Украины, или Белоруссии, где только грузины не торгуют. Вот. И что еще? Ну, соль, перец. Перец черный или красный не играют роли. Абсолютно. Идеальный вариант, конечно, если у вас есть черный перец горошком, не душистый который, и вы его через кофемолку пустите, вот этот перец самый-самый качественный. Конечно, то, что продается в магазине, это, там, не знаю, что они добавляют туда, но он не такой горький. Кроме того, он еще и сумасшедший их денег сейчас стоит. Я не знаю, чем это вызвано, но он дорогой стал. Ну вот, в принципе, вот оно имеет готовый вид. Вот такой вот, видите? Вот так и струли его оставляют. Знаете, я вам только что показал видео, но я не могу вам передать этого невероятного запаха. Если бы вы его почувствовали, ну, я не знаю, вы просто бы сознание потеряли. Как оно ароматно пахнет. Как оно пахнет ароматно. Вы понимаете, тут и какие-то лесные травы, и какие-то пряности восточные, и чеснок, и все. Настолько истучается приятный запах, приятный запах. Вы знаете, вот полезные блюда, они не могут плохо пахнуть. Вот. То есть, все процессы сейчас пошли. Оно постоит 8 часов на столе здесь, закрытая крышка, естественно. Потом его переставлю на недельку, ну, на 7 дней вниз холодильника. Все. Вы можете, конечно, периодически проверять, там доставать его, смотреть. Ну, оно уже будет готовое, вы можете его кушать. Теперь я еще немножко хочу рассказать, о сале. Значит, ну, про арахидоновую кислоту я вам рассказал. Значит, вот мне лично известны два случая. Один, мой дедушка, Царство Моя Небесное, значит, он с утра вставал и всегда съедал маленький кусочек сала. Маленький. Ну, вот как монетка. Просто соленое сало. Без специи, без ничего. Без чеснока, без хлеба. Просто кусочек сала. Вы знаете, он прожил далеко за 80 лет. Причем он был в прекрасной физической форме. Прекрасной форме. Теперь еще один момент. Значит, кто-то может испугаться, что вот сало, холестерин, холестерол и так далее. Значит, запомните, тот холестерин, который есть в сале, это не тот холестерин, который есть у больных в крови. У людей, когда есть патология, и у них повышенный холестерин в крови, это связано с тем, что неправильно работает печень. В силу каких причин, я сейчас не буду называть, но там проблема с печенью. И сало, запомните, я акцент на этом сейчас делаю. Сало, в отличие от того, если вы его употребляете, в отличие от того, чтобы поднимать уровень холестерина, оно его наоборот снижает. Вот представьте себе, человек, который умеренно, подчеркиваю, нельзя есть сразу килограмм сала, конечно, ничего хорошего в этом не будет. Если вы умеренно кушаете пару грамм сала в день, у вас будут в порядке сосуды, у вас уменьшится риск развития болезни Паркинсона, у вас будет прекрасный гормональный фон, у вас будет прекрасно развита мускулатура или развиваться нормально. Одним словом, у вас шансы быть здоровым будут значительно больше. Нельзя человека лишить полностью холестерина, нельзя, абсолютно нельзя, потому что человек, даже иммунная система от этого пострадает, я не говорю уже там о всем остальном. Понимаете? То есть, если вы умеренно употребляете сало, особенно вот натощак, или маленький бутербродик, вот взять, допустим, там кусочек черного хлеба, там как спичечный коробок, такой же кусочек сала и маленький ползубочка чеснока. И поверьте мне, мужчина будет то, что надо. Вы будете довольны таким мужем. Ну, в принципе, на этом я все заканчиваю. Извините, что я пустился в демагогию, хотел как бы вам побольше рассказать из уважения к этому блюду. Пробуйте. Если что-то у вас будет не получаться, пишите мне под этим видео. Я с удовольствием, ну, надеюсь, что буду вам полезен. Это был Илья Ильин, и сегодня мы с Ильи Висала. Не знаю, мой ли это рецепт, или другие люди его используют. Ну, во всяком случае, в Одессе так делают очень многие, и получается невероятно вкусно. Всего вам доброго. Будьте здоровы и питайтесь правильно. До свидания. Продолжение следует...